Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас я выкачу из ангара Т95Е2. Это не обзор, это заценить изменения, которые были внесены обновлением 9.5. Итак, смотрите, согласно тому, что написано в информации о обновлении 9.5, которое я уже благополучно установил, у данной машинки, у Т95Е2, у нее изменились технические характеристики, ну, типа в лучшую сторону. Итак, смотрите, по Т95Е2 написали, что бронирование лба башни за маской увеличено с 95 мм до 120 мм. Согласитесь, в процентном соотношении существенная прибавка. Время перезарядки орудия уменьшили до 5,57 с 6,23 мм. И мощность двигателя увеличили с 650 до 680 лошадиных сил. Я не знаю, честно говоря, что касается мощности двигателя, насколько машина более бодро будет себя вести в боях, но то, что ей увеличили броню за маской, вроде бы, типа, должно быть хорошо, ребят, но вот эту вот ком-башню с пулеметом никто не отменял. Кепка довольно-таки большая, я думаю, что в нее все равно будут целить. А что касается времени перезарядки, вот тут уже должно быть немножечко поинтересней. Почему? Потому что таким образом увеличивается ваш ДПМчик. В моем случае 5,12 будет составлять время перезарядки орудия и 225 единиц альфы, что, согласитесь, довольно-таки приятно. Я уже эту машинку обкатывал и я ее купил себе на неосновной аккаунт, потому что знал, что машинка не очень годная. И покупал ее исключительно для того, чтобы показать вам, ребят, мои зрители, честный обзор на машину, чтобы вы для себя понимали, стоит ли ее покупать или не стоит за вашу кровную голдишку. Обзорчик, вот он, пожалуйста, ссылочка, заходите, смотрите. Ну что, побежали в бой, параллельно пока в бой будем запрыгивать, обращаюсь к тем ребятам, которые смотрят мои видео без подписки. Ребятушки золотые, сделайте мне, пожалуйста, подарочек к Новому году, подпишитесь на канал, вот желтый шильдик, в один клик станете постоянным зрителем моего канала. Спросите, что вам с этого? Да, я скажу. Я планирую снимать обзоры, честные обзоры на танчики, которые будут в ближайшее время на новогоднем аукционе. То есть, соответственно, уже буду вам актуален. Ну и в дальнейшем планирую снимать исключительно честные обзоры. Ребят, я не вырезаю ничего из своих видео, не делаю нарезку красивых боев, не делаю нарезку красивых шотов, в которых там, я не знаю, за один выстрел подрываю быка и рассказываю по поводу того, что машина прям супер годная и вам обязательно необходимо ее купить. И вообще это супер-пупер. И никогда не будет такого, чтобы я оставил во взвешенном состоянии хорошая машина или не очень для ребят со средними руками. У меня средняя статистика, я не скилловый игрок, у меня нет 70% побед, я совершаю ошибки в боях. Короче говоря, ребят, играю так, как играет преобладающее большинство игроков в игре. Кто заходит сюда просто на часик-другой в день для того, чтобы просто расслабиться, получить удовольствие. Ну и, соответственно, ребят, снимаю свое видео для тех, кто хочет свою голду потратить действительно на что-нибудь стоящее. Ну что, ребят, давайте будем пытаться заценить. Время сведения в целом такое, как и было, играется точно так же. По ощущениям все то же самое, понятное дело, потому что абсолютно ничего не меняли. По точности орудия, я думаю, то же самое будет. Навряд ли что-то изменилось. Изменилось, как я уже говорил, только время перезарядки орудия. И изменилась броня, но исключительно замазкой орудия. Что не есть гуд. Если бы брони насыпали в башню немножечко побольше, я думаю, было бы поприятнее. Но в целом, по подвижности, я все-таки, может, конечно, сам себя утешаю, но мне почему-то кажется, что играется немножечко приятнее, чем было раньше. Но, опять-таки, еще раз повторюсь, может, это я просто, знаете, сам себе там прям надумываю. Но и, знаете, такой себе эффект плацебы происходит. Ты знаешь, что тебе должно быть легче, и ты сразу выздоравливаешь, даже если ты ешь мел со стены. Так, ну что, подъезжаем чутка поближе. Вот сейчас очень жаль было. И куда меня... Неужели, неужели сработала доработка в отношении маски орудия, я имею в виду в отношении этой зоны? Я сейчас не вижу, куда меня не пробили, честно говоря. Но я так понял, что как раз вот в это место и прилетело, которое делали покрепче. Так, ну что, слушайте, подвижность мне нравится. Стало поприятнее вроде бы играть. Не знаю, то ли просто Басотто не очень подвижненько поворачивается. То ли я действительно стал поворачиваться существенно приятнее. Но что действительно стало приятнее, ребят, так это то, что я вот сейчас просто вполне спокойно, довольно быстро разобрал этого товарища. Понятное дело, что я на предыдущем орудии, я имею в виду со скоростью его перезарядки, я бы, скорее всего, тоже его разобрал. Просто закрутил бы его, не дал бы развернуться в мою сторону, чтобы он по мне шотнул. Да и делов-то. Но будем говорить откровенно, времени-то у меня это заняло гораздо меньше. А это, ну, очень, очень-таки даже себе приятненько. Так, надо быстренько поремкаться. Я остался один, ребят. Понятное дело, что сейчас эти братки меня разбирать будут. Я все-таки не сильно, не сильно бронированный. Куда сейчас пошло, я, честно говоря, не понял. Вот очень-очень обидно сейчас мне стало. Я должен был сейчас в Шкоду закинуть в нижний бронелист, но почему-то у меня это не получилось. Так. Так, приехали товарищи, приехали кровушки моей попить. Ну, я не сдаюсь никогда, ребят, и вам не рекомендую. Ну, вот такой вот первый бой. Давайте посмотрим, что получилось по результатам. И, честно говоря, я сейчас позитивно удивлен. Я не знаю, если так дальше бои пойдут на данной машине, наверное, у меня появится ощущение такого, знаете, морального дискомфорта от того, что я эту машинку, которая оказалась потенциально на что-то годное, приобрел себе на неосновной аккаунт. 1900 единиц урона, один уничтоженный товарищ, которого я, честно, разобрал, закрутив. Ну, и в результативности по команде я занимаю второе место, согласитесь, с не сильно большим отрывом, СУМ-130ПМ. Ребятки не сильно хорошо отыграли, особенно нижних двое товарищей. Я думаю, что если бы они отыграли чутка получше, то, возможно, мы даже выгрызли все-таки победу в этом бою, а не получили поражение. Ну что, попробуем еще одну каточку. Так, чтобы, так сказать, уж максимально честными быть в отношении обзорчика изменений по машине, которые были внесены обновлениями. В целом, ребят, я вам так скажу, Т95Е2 никогда не стоял в моем списке даже в первой двадцатке премтанков, которые мне хотелось приобрести. Как я уже сказал, я его приобретал исключительно для того, чтобы заснять обзор. И, ребят, если вы это цените, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Ну, а у кого есть возможность, закиньте пару рублей в виде доната по ссылке, которая есть в описании к видео. Я хочу продолжать снимать все новые и новые честные обзоры. Стараться буду для вас. Для вас пару рублей доната – это небольшой удар по вашему карману. Ну, а для меня, собрав все эти донатики воедино, возможность приобрести что-нибудь из предложений в магазине и показать его таким, какой оно есть на самом деле. Я наступал на грабли, когда слушал именитых обзорчиков, ну, покупал какие-нибудь машины, которые конкретно в моих руках, но не играли всеми теми красками, которыми мне бы хотелось, чтобы они играли. Понятное дело, что если вы скилловый игрок, то в ваших руках практически любая машина может отыгрываться просто-таки великолепно, просто-таки на ура. Ну, а если вы среднестатистический игрок, то не исключено, что, посмотрев видео красивое, в котором показаны прям самые жирные моменты, вы купите машину, ну, а в итоге не сможете реализовать, допустим, ее потенциал, только лишь потому, что не умеете это делать. Я же за то, чтобы покупать то, на что ты копил, и то, что действительно тебя порадует. Ну, вот сейчас, как бы, наверное, я поиграл уже. Да, меня отправила Сушка в ангар. Я приехал сюда, можно сказать, сам. Ребят, почему-то вот эти вот двое решили меня не поддерживать. Нарвался на трех соперников, но накидал столько, сколько смог накидать. Давайте закончим просмотр данного боя, ну, и, соответственно, посмотрим на результат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, друзья, 1240 единиц урона на один уничтоженный товарищ. По результатам фарма смотреть не буду, потому что смотреть особо не на что. Ну и что касается результативности по команде, опять второе место. Что могу сказать? Если бы двое товарищей на СТ-шках поддержали меня в противостоянии против троих противников, я думаю, что исход битвы был бы совсем другим. Как вы видели в видео, у соперников Т95Е2 дожил до конца боя, и, ребят, он тоже занял второе место в команде по урону, но, да, безусловно, с лучшим результатом. О чем это говорит? Это говорит о том, что балансные правочки, которые были внесены по поводу данной машины, действительно, действительно сделали машинку, ну, существенно лучше. Она все равно не выходит у меня в список прям супер-классных танков, которые необходимо себе приобретать, но, ребятки, стало играть на ней гораздо лучше, гораздо приятнее. Покупать или не покупать, все зависит от ценника, за который машину будут продавать. Вот, положа руку на сердце, зная о том, что есть из средних танков на восьмом левеле Химера, которая до сих пор продолжает довольно неплохо отыгрываться в боях, Проджета-46, которая немножко потихоньку начинает затухать, потому что слишком много, и интерес к ней потихоньку падает, играется все равно довольно-таки неплохо. Т-23Е3, который, в принципе, ребят, такой старожил, что мама, не горюй, тоже продолжает играться неплохо, хотя, безусловно, уже не настолько крут, как был раньше. Так вот, говорю, ребят, к тому, что если, допустим, за ту же самую Проджету на сегодняшний день хороший ценник отдать голды 6,5 тысяч, мое скромное мнение, за Химеру, допустим, на новогоднем аукционе, за семерку ее отхватить, я бы сказал, тоже довольно-таки неплохо. То что касается Т-95Е2, я думаю, что золотая цена данной машины на новогоднем аукционе где-то 4,5 тысячи голды. Кто-то скажет, что я зажираюсь, но, ребят, будем объективны, это далеко не имба, это далеко не нагибатор, хотя стало играть с вот этим вот орудием с быстрым КД гораздо приятнее, гораздо комфортнее. Здесь, как бы, отнять нечего. На данный момент, ребят, у меня все. Это был абсолютно честный обзор на Т-95Е2. И если вы за честные обзоры и хотите видеть честные обзоры на танки, которые, допустим, в ближайшее время выйдут новогодним аукционем на продажу, подписывайтесь на мой канал. Я гарантирую вам объективность и честность своих обзоров, чтобы вы знали, стоит ли вам покупать машину, если вы играете приблизительно так, как играю я. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok